На мой взгляд, у отставки Владислава Суркова нет политического аспекта, потому что все последнее время политикой он не занимался вообще. Он занимался административной работой, бюрократической, в хорошем смысле этого слова, обеспечением деятельности аппарата правительства Российской Федерации, министерств, ведомств, вице-премьеров и так далее. Поэтому искать здесь политику или пытаться спрогнозировать, а как изменится политическая ситуация после этого, или как изменятся отношения со СМИ, с политическими партиями и чем-то еще, мне кажется, что это все разговоры в пользу бедных, они не имеют под собой серьезных оснований. В данном случае интересно представляется только одно, как после этого изменится динамика исполнений и качество исполнений указов президента Российской Федерации. То, чем занимался в том числе Сурков в правительстве, и то, чем в принципе должно заниматься правительство Российской Федерации. На мой взгляд, совершенно понятно после этой отставки, что ничем иным правительство заниматься не будет. что исполнение президентских указов – это не просто приоритет, это краеугольный камень, основа, основная функция, если хотите, правительства Российской Федерации. Не больше, не меньше, потому что указы президента, они так или иначе касаются каждого гражданина Российской Федерации, они охватывают все стороны жизни, они системные, и от того, насколько они будут исполнены, зависит качество жизни каждого человека. Указ президента – это боевой приказ, и он не может быть выполнен на 70%, на 80%, на 90%. Приказ выполняется или не выполняется, 100% или 0%. Поэтому, если говорить о том, что сейчас предстоит правительству, исключительно исполнение президентских указов на 100%, и человек, который будет работать на месте Владислава Юрьевича, он будет заниматься исключительно этим. Чем займется сам Владислав Юрьевич, мне неизвестно, поскольку он человек многогранный, крайне талантливый, и здесь все будет зависеть, в первую очередь, от того, на чем пожелается все это по счету. Продолжение следует...